Добрый день, уважаемые коллеги! Я расскажу вам про роль дерматоскопии в диагностике базально-клеточного рака. Дерматоскопия повысила чувствительность с 66 до 85 процентов и специфичность с 97 до 98 процентов в диагностике базально-клеточного рака по сравнению с осмотром невооруженным глазом. Это неинвазивный метод диагностики поражений кожи, при котором возможно многократное использование одной и той же области кожного покрова, не повреждая ее исследования. Контроль прогрессирования обухолевого процесса, динамики клинической картины, исхода лечения. Возможно фиксировать изображение для более детальной визуализации его хранения в сравнении с предыдущими изображениями. Благодаря дерматоскопии мы можем отличить злокачественное образование от доброкачественного. Также с помощью специальных дерматоскопических признаков мы можем дифференцировать злокачественное образование, допустим, меланома с базально-клеточным раком кожи. Разберем более подробно дерматологические структуры. При меланоме мы видим атипичную пигментную сеть, которая представлена неровными скоплениями меланина. Также мы можем видеть ветвистые полосы. Вот они на картинке представлены. В областях неправильного роста меланцитарных опухолей, которые оказывают нам алиганизацию процесса. Также мы можем видеть полихерамию, то есть изменение цвета как от коричневого до серо-голубого и черного. При базально-клеточном раке кожи мы видим отсутствие пигментной сети. Также мы наблюдаем с вами периферический валик вокруг образования, который представлен на данном рисунке, и изъяснение в центре опухоли. Также мы можем видеть множественные мелкие эрозии. Пигментные структуры меланомы представлены собой точками и глобами неправильной формы, которые означают неправильное накопление или снижение меланина. Также мы можем видеть серо-голубые зоны. При базально-клеточном раке мы можем видеть, мы наблюдаем множественные серо-голубые точки и глобалы, которые представлены хорошо ограниченными пигментированными рыхлыми структурами круглой или овальной формы. Вот. Можем их наблюдать. Также можем наблюдать серо-голубые овоидные зоны, которые больше, чем глобалы. И они представлены собой как четко очерченные, сливающиеся между собой пигментированные структуры овоидной или удлинённой формы. А также при базально-клеточном раке мы наблюдаем структуру в виде кленового листа, которые выглядят как выпуклые расширения, которые сливаются в общее основание. И это всё выглядит как листовидная структура на периферии опухоли. Также мы можем наблюдать молочно-розовые биоструктурные области и белые линии, которые светятся в поляризованном свете. Они выглядят как толстые, короткие, пересекающиеся между собой линии. Вот они тоже. И они представляют собой скопление коллагена или же фиброза в дерме. Также при дерматоскопии характерны сосудистые структуры. Для меланома это полиморфные сосуды. Допустим, такие как неровные линии, шпильки, клубочки различные. При красных точках также красные точки, короткие участки кровеносных сосудов. Вот мы можем их видеть. При базально-клеточном жираке кожи мы видим поверхностные тонкие телеангиоктазии. Также хорошо выражен это древовидно-сосудистый рисунок, который представлен сосудами, которые неравномерно разветляются и делятся на более мелкие. Подобно дереву. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...